Дмитрий Барашев Я буду читать курс, который называется сложно, я сам не помню как, технология хранения, обработки больших объемов данных. Я, честно, долго мучился с названием, потому что называть его по-русски Big Data как-то странно, но и к тому же это как-то ни о чем, потому что это может быть действительно о многом. Я пытался сделать название непохожим на другие курсы, и у меня не получилось, потому что рядом есть распределенное хранение, обработка чего-то там такого же. И я предвкушаю, что их будут путать, ну окей, зато по содержанию, я думаю, мы будем существенно отличаться. Еще сложнее было придумать, что туда можно напихать, потому что, насколько мне известно, очень многое у вас было рассказано на других курсах. Кто-то из вас даже, кажется, посещал введение в анализ данных, насколько я понял из ваших, из сведений о вас на сайте. Там было что-то, что будет у нас тоже. Вот. У вас был курс базы данных, где было, к моему удивлению, просто очень многое из того, что я хотел бы рассказать. И те, кто ходил или ходит на машин-лейнинг, те, возможно, тоже увидят что-то знакомое. Вот. Поэтому задача была непростая, но вот я подумал, посовещался с коллегами, мы решили, что мы попробуем сделать что-то типа больших данных для простого смертного программиста. Вот. Без, возможно, глубоких влезаний в теорию, которую мы все равно не знаем, чего уж. Вот. Но зато с какими-то практическими примерами того, что вы, как вы сможете сделать в своей системе, в своей задаче, как вы можете победить внезапно свалившийся на вас мешок с данными. Ну вот. Пароли говорить этому товарищу не буду пока, потому что не нужно. Ну вот. Мне будут помогать мои коллеги. Наверное, пару лекций прочтет Александр Дольник, которого, возможно, некоторые из вас знают или слышали, те, кто учился на Матмехе. Возможно, одну лекцию прочитает еще один приглашенный гость, с которым, может быть, кто-то тоже знаком, Георгий Чернышев. Вот. Но в основном, да, в основном курс буду читать я. Примерное содержание курса, оно примерно такое. Мы, наверное, в основном будем много говорить про модные нынче новые SQL-системы и всякие обработки данных в контексте веб-приложений, или в контексте поисков. Но мы также поговорим и о том, что можно сделать с большими данными, если у вас в руках хорошая революционная СУБД, ну, в частности, Oracle. Вот. Про это, собственно, Александр Дольник и будет рассказывать, про обработку аналитических запросов в Oracle, про всякие разные приемы там. Вот. Но в основном, да, в основном мы будем говорить про нереолюционные системы. Отчетность по курсу, наверное, про нее нужно сразу сказать. У нас будет, я так думаю, почти уверен, теоретические письменные экзамены. Ну, это что-то типа теста с открытыми и закрытыми вопросами. И будут домашние работы или семинары. В домашних работах там можно будет выбрать, что вы хотите делать, что-нибудь попрограммировать, что-нибудь понастраивать, либо на следующее занятие рассказать какую-нибудь статью. Ну, в частности, на сегодня у меня есть несколько тем домашних работ, из которых вы сможете что-то выбрать. Вот. И половина, значит, оценки за курс – это будет экзамен. Половина, половину процентов принесут домашние работы. Ну, и примерно, примерно оценка, если вы набрали больше 75% баллов, вот, то вы получаете отлично. 50-75 – хорошо, 25-50 – удовлетворительно, ниже 25% – плохо. Почему примерно? Потому что мы будем смотреть, нет ли каких-нибудь кластеров студентов, которые примерно с одинаковыми оценками будем там двигать допустимую границу вверх или вниз чуть-чуть. Вот. Таким образом, просто сдав теоретический экзамен, вы, скорее всего, не получите ничего лучше, чем удовлетворительно. Вот. Но сдав экзамен, там, несколько домашних работ, вы получите оценку «хорошо». Если будете активны с домашними работами, то будет отлично. Домашние работы будут разные. Возможно, будут сложные, возможно, нет. Я не знаю, насколько вы сильны в программировании или в разборе каких-то теоретических статей, но, надеюсь, что раз вы тут сидите, то, наверное, более или менее сильны. Вот. Учить вас, что такое цикл, наверное, не нужно будет. Работы, скорее всего, будут на питоне. Я так понимаю, многие из вас этот язык знают. Те, кто не знают, ну, узнаете основы. Ничего сверхсложного нам не понадобится. Ну вот. Наверное, можно заканчивать вступительную часть. Если вопросы сразу есть, то спрашивайте. А если нет, то перейду к первой лекции, которая сегодня про распределенные файловые системы. Ну вот вы сказали про тот еще второй курс, который с похожим названием. Курс с похожим названием? Будут ли принципиально отличаться курсы с похожим названием? Судя по той программе, которую я видел у второго курса, они принципиально отличаться будут. Курс, который распределен на хранение и обработка от компании EMC, они как-то сразу залезают в какие-то дебри по хранению и обработке в своей железной, и все, и оттуда не вылазят, судя по программе. Вот. Мы в такие дебри залезать не будем. То есть они наверняка расскажут вам что-то побольше про диски, хранение, про какую-нибудь репликацию и так далее, чем я. Но, возможно, не расскажут про что-то другое. Скорее всего, они расскажут про многое другое, что будем говорить мы. Да. Есть ли какой-нибудь суперкраткий план того, что будет рассказать? Он есть. Есть ли какой-нибудь суперкраткий план? Он есть. Он очень преобразительный, зависит от того, как пойдет. Курс очень сильно экспериментальный. Мы его читаем в первый раз, я не знаю, в Питере или в России, или как вообще. Поэтому, возможно, будем что-то заменять на ходу, и, возможно, у нас будут какие-то сюрпризы и неожиданности. Тема интереснее. Но будьте готовы к тому, что это не что-то сильно устоявшееся. Это считается в первый раз, скажем так, довольно сырое. Но, тем не менее, примерный план есть. Давайте я его, наверное, опять же, примерно опубликую на сайте. Вытащу из своих записок. Но рекомендую следить за обновлением, потому что он будет корректироваться. Но на первые несколько лекций план есть. Сегодня распределенные файлы системы. В следующий раз MapRedUse обработка. На третью тоже, пожалуй, есть план. На третью лекцию. Ну вот. Если все, то мы сейчас еще раз откажемся от ввода пароля. Выключим Wi-Fi. И начнем. Значит, не очень хорошо видно то, что... Да, извините. Не очень хорошо видно то, что сегодня будет. Я так назову голосом. Основные концепции распределенных файловых систем. Основные концепции файловых систем вообще. Особенности распределенных. Немного истории. И подробнее про одну файловую систему, которая достаточно хорошо описана. Достаточно долго и успешно использовалась. Ну, для начала, собственно, как это связано с темой нашего курса. Ну, связано, конечно, напрямую. Раз у вас есть какие-то большие данные, то вам, разумеется, надо их где-то хранить. И, скорее всего, на диск вашего лаптопа они не влезут. Иначе бы они не были большими. И раз уж вы храните эти данные, раз уж вы хотите их хранить, то вы, наверное, были бы огорчены, если бы они вдруг потерялись. Потому что они большие. Их просто так не восстановить. Если это, например, страница с интернета, который собрал кроулер, то кроулер, робот, который ползает по вебу, он долго работает, чтобы собрать все эти данные. Ходит ко всяким серверам, все скачивает, тратит ваш трафик сетевой, терзает трафик хостеров. Вот. И если вдруг то, что он насобирал, исчезнет, то вы, наверное, будете не очень счастливы. И, соответственно, перед вами стоит задача, как хранить вот эти огромные терабайты данных, во-первых, надежно, во-первых, просто хранить, во-вторых, хранить надежно, а, в-третьих, как-нибудь так, чтобы доступ к ним осуществлялся за разумное время. То есть вы, конечно, могли бы их записать на магнитную ленту. Но, скорее всего, это не то, чего вы хотите для дальнейших обработки. Вот. И, соответственно, вам для этого нужна какая-то распределенная система хранения. Вот. Ну, несколько слов про файловую систему вообще. Что это такое? Это некоторая модель данных и некоторые программные компоненты, какие-то постоянно хранимые на диске структуры данных, которые позволяют что-то хранить, и какой-то API для доступа ко всему этому. И файловая система предоставляет абстракцию для доступа к тем данным, которые у вас хранятся на физическом носителе. Традиционная модель, она, наверное, в большинстве файловых систем современных такая, хотя были и другие. Это файл, объект, у которого есть некоторое имя, и какое-то содержание, которое обычно для файловой системы не несет никакого смысла. Например, картинка и файловая система обычно про понятие «картинка» ничего не знают. Знает тот, кто пользуется файловой системой. Каталог – это список файлов и вложенных каталогов, и каталоги файлов образуют дерево, в котором каждый файл или каталог уникально идентифицируется каким-то путем от корня. И вот это дерево – это пространство имен. Когда-то в каких-то операционных системах были плоские модели файловой системы, где все лежало в одном каталоге. Были экзотические, где файловая система лежала в базе данных. Но традиционная модель такая деревянная, и мы будем ее такой и придерживаться. Для пользователя самое, наверное, важное – это содержимое файлов, то, что в них записано. Как раз то, что для файловой системы никакого смысла не имеет. А для файловой системы интереснее метаинформация. Это название файла, список блоков, на котором расположены данные. Если вы наверняка представляете, как устроен диск, сектора, поверхности, и блоки, в которых что-то записано. И файл может быть размазан по нескольким дорожкам, секторам. И для файловой системы интересно, где все это записано, где записаны блоки каждого файла. Время модификации, права доступа, ну и всякая прочая метаинформация, которая может быть проассоциирована с файлом. Какие-то возможные его атрибуты, флажки, говорящие о том, заблокирован он или нет. И так далее. Таким образом, у файла есть... Что такое? Я же тебя вроде отключил. У файла есть содержимое, которое мы почти не будем... Не, ну мы будем, конечно, трогать его сегодня. Имя, которое интересное, пользователи файловой системы, и метаинформация, которая скорее интересна файловой системе. Локальные файловые системы, которые работают на локальной машине, это тоже какая-то абстракция, какие-то программные компоненты, модули ядра в случае Linux, они более или менее тесно интегрированы с ядром. Нынче бывают разные файловые системы, одни, которые с ядром интегрированы достаточно тесно, которые работают в пространстве ядра. Есть файловые системы в пользовательском пространстве, если кто слышал про FUSE, F-U-S-E, которые обычно позволяют монтировать, скажем, FTP-сервера в локальную файловую систему. Поэтому они более или менее тесно интегрированы с ядром. Какие-то более, какие-то менее. Хранят они данные обычно либо на локальном диске, либо, возможно, на флешке, либо еще где-то на гибкой дискете. Обычно это какое-то блоковое устройство, то есть типа жесткого диска, который читает данные поблочно, в противовес ленточному, например, устройству, которых читает последовательно, поддерживает случайное обращение к случайному блоку. Блоки обычно размером несколько килобайт, это конфигурируется в зависимости от носителя, от много чего. Ну, примерно от полукилобайта до примерно восьми килобайт. Файловые системы могут и обычно кэшировать страницы в памяти. В памяти есть какой-то буфер, который используется для доступа к недавно прочитанным страницам. И этот буфер периодически записывается на диск. Процесс всем известен как своппинг. Это примерно он. Ну, примерно вот так вот выглядит честно утащенная с DeveloperWorks картинка, локальный файл системы в Linux. Тут есть у нас ядро в центре пространства ядра. Есть приложение пользователя, которое через API, API файловой системы, определенной стандартами, по сексам, обращается к ядру. В ядре есть такая вещь, которая называется виртуальная файловая система, которая является таким фасадом для всех настоящих файловых систем, и к которой идут запросы от приложения пользователя. Виртуальная файловая система что-то там у себя кэширует и потом делегирует вызовы в конкретной файловой системе. Если это файловая система CD-диска, то обращается к одному драйверу. Если эта файловая система от Windows NT замонтирована, то к другому. Если это Linux X2, 3, 4, то к третьему драйверу и так далее. Ну вот, это основные концепции напоминания о том, что такое файловая система вообще. Да, ну и тут кэш узлов iNode, вот эта вот штука. iNode – это метаинформация про файл, его какой-то дескриптор, описание того, где он лежит, и другая нужная системе информация. С локальной файловой системы все довольно просто. С распределенной системой становится сложнее. Модель-то там примерно та же, каталоги, файлы, но компоненты распределены по разным машинам, и вот эта распределенность, она существенно влияет на какие-то архитектурные и технические решения. Ну, для начала, какие там есть компоненты? Есть клиент – это какое-то пользовательское приложение, слинкованное с библиотекой для общения с файловой системой. В этой библиотеке есть код для коммуникации с сервером. В зависимости от реализации файловой системы этот программный интерфейс может либо быть замаскирован под стандартный Unix-ский или NT-шный Windows-ский интерфейс. Да что такое? Я же тебя выключил совсем, нет? Это начинает издражать. Да, значит, этот API может сидеть вот как раз под узлом, под слоем виртуальной файловой системы ядра, а может быть просто отдельным. И во многих случаях это оправдано, потому что, что уж греха таить, распределенная файловая система, она не локальная, у нее есть свои особенности, и попытка общаться с ней как с локальной может быть просто бессмысленной. Значит, это клиент и пользовательское приложение и библиотека для коммуникации с файловой системой. Серверы файлов, они хранят, собственно, содержимое файлов. Те самые байты, которые никому, кроме пользователя, не интересны. И, наконец, серверы метаданных, которые знают, какой файл на какой машине где лежит, и знают многое еще. Что именно они знают, мы сегодня еще увидим. Серверы метаданов и файлов, понятно, что это логическое разделение, они, в принципе, могут быть и объединены в один бинарник, могут быть разделены по разным бинарникам, могут сидеть на разных машинах, могут сидеть на одной. В некоторых распределенных файлах, в системах сервера метаданных нет вообще. Мы в конце, наверное, про такую упомянем. Но в большинстве известных они есть. Ну и какие же у нас будут проблемы, когда мы вздумаем реализовать или пользоваться распределенной файловой системой? Ну, первое, наверное, что нас будет волновать, это прозрачность размещения файла. Вполне, хотя ладно, на самом деле про все эти проблемы я отдельно поговорю. Давайте их просто перечислю. Прозрачность размещения файлов, совместный доступ. Что произойдет, когда два приложения с разных мест пытаются записать или прочитать один и тот же файл? Кэширование. Можно ли хранить данные временно где-то на стороне клиента, на стороне файлового сервера и так далее? Репликация. Будет у вас одна копия содержимого файла или их будет 10? Наличие или отсутствие единой точки отказа? Есть ли такое место в вашей системе, которое, если оно рухнет, то тогда файловая система становится недееспособной? Наличие или отсутствие состояния на серверах, которое говорит о том, по сути говоря, сколько времени потребуется серверу, чтобы восстановиться после того, как он рухнет. А он рухнет. Шаблоны доступа. Какие операции чаще всего производят с вашей файловой системой? Для чего она нужна? И, наконец, масштабируемость. Сможете ли вы с относительно легкими затратами увеличить какие-то характеристики вашей системы? Прозрачность размещения файлов. В прикладном приложении, как правило, известен путь к файлу, и до поры до времени прикладное приложение ни о чем больше не заботится. Тем не менее, система-то распределенная, и файл может лежать вот здесь, а может лежать где-то там, в соседнем здании. И то, где он лежит, это важно для некоторых характеристик. И вполне возможно, что в процессе жизни вашей файловой системы содержимое файлов будет переезжать с одного сервера файлова на другой. И, разумеется, вам бы хотелось, чтобы вас эти проблемы файловой системы, перемещения данных между серверами, чтобы они вас не касались, чтобы вы писали какой-то путь к файлу, и чтобы он был всегда вот таким вот. Но, разумеется, с сохранением какого-то здравого смысла. В примере 1 в пути, как видите, закодирован какой-то IP-адрес, дальше идентификатор устройства, те, кто знаком с Linux, распознают идентификатор диска, и дальше какой-то путь. Тут, пожалуй, многовато информации. Если под IP-адресом подразумевается IP-адрес того сервера, где лежит файл, то, когда файл переедет, то изменится его имя. Во втором примере такая воображаемая файловая система, распределенная по всему зумному шару. Допустим, эта файловая система с несколькими дата-центрами, один в Европе, один в Америке. И путь, в котором первая компонента Земля, а дальше все остальное, он, пожалуй, говорит слишком мало. Вы отдаете файловой системе таким образом решение о том, на каком континенте поместить ваш файл. И если вы в Европе, она поместит его на западном побережье Соединенных Штатов, то, скорее всего, вы будете не так счастливы, как если бы файл сидел в Европе. Поэтому информация о физическом расположении файла, прозрачности размещения, хорошо бы, чтобы она была, но в пределах здравого смысла. Совместный доступ к файлам и кэширования. В централизованной системе все довольно просто. В централизованной системе можно спокойно довольно вести блокировки файлов, если она их реализует так, совместный доступ. Она может гарантировать атомарное чтение и запись, может вести журналирование. В распределенной файловой системе все существенно сложнее. Ну, во-первых, сетевые задержки, они жизнь вам усложняют. Все же сеть, сети хоть и становятся быстрее и быстрее с каждым годом, но, тем не менее, доступ к локальному диску или к локальной памяти, к локальной памяти точно, диск уже можно поспорить, он быстрее, чем чтение информации из сети. И возникает естественное желание, когда вы читаете файл, если вы читаете его часто, у вас возникает естественное желание его покэшировать у себя как-то локально, чтобы читать данные не из сети, а из локальной памяти, или с локального диска. И тут же возникает вопрос, что будет, если файл, если вы поменяете файл, если кто-то другой в это время поменяет файл, как этим управлять? Если данные реплицируются на нескольких серверах, то проблема возникает тоже. у вас может, например, обновление файла записаться успешно на двух репликах, а на третьей реплике может завершиться неудача, ну там диск у него закончился. Вот. И что теперь с этим делать, становится непонятно, потому что ваши данные пришли вот в какое-то несогласованное состояние. еще более непонятно, если разрешена запись, скажем, в любую реплику, и один клиент пишет в одну, а другой в другую. Вот. Ну и варианты управления совместным доступом, какие они вообще есть. Ну, самый очевидный это синхронное чтение запись, то, что вы на клиенте читаете или пишете, то немедленно летит на сервер, и там читаете или пишете, все синхронно, никаких отложенных действий. Если вы уже записали, то вы записали, если не записали, то вы получили сообщение об ошибке. Вот. И, разумеется, ну это то, как будет действовать, примерно, как будет действовать локальная файловая система. И это, наверное, то, чего во многих случаях вы не захотите, потому что это будет работать не очень быстро. Такой более, возможно, разумный вариант это write-through кэш, кэш, который все записи синхронно посылает на сервер. Вот. То есть запись производится в кэше, сразу же синхронно обновляется данная там, где они лежали. Вот. А при чтении вы читаете из кэша. Ну, это лучше, потому что если вот вы интенсивно долгое время читаете из разных мест файла, то наличие такого кэша вам принесет большую пользу. Правда, будет не очень понятно, что делать, если в это время кто-то другой ваш файл обновил. Как вы об этом узнаете. Сессионное кэширование вы читаете и пишете в кэш, вот, а когда файл закрывается, то тогда-то ваши обновления, если они были, летят на сервер. И если вы, если все хорошо и вы единственный, кто за это время обновил файл, то вам повезло, а если вы не единственный, то тогда должна быть какая-то политика, которая определит, кто победил. Вот. Вы или ваш конкурент и, соответственно, предложит, возможно, кому-то что-то сделать по этому поводу. Еще один вариант вполне разумный. Файлы после создания становятся неизменяемыми. То есть, единственное, что с файлом можно сделать, это создать его с каким-то содержимым. Все, после этого он не меняется. Хочешь что-то сделать, создай новый файл. Это вполне разумно. Политика, хоть она и кажется, несколько странной, она избавляет от многих проблем. В частности, файла можно беззастенчиво кэшировать на чтение, не боясь, что его кто-то поменяет. Но нужно, конечно, каким-то образом узнавать. Если ваше приложение нужно узнавать про изменения, то узнавать, какие появились новые файлы, его измененные копии. Еще один такой компромиссный вариант, запись, возможно, только в конец файла. файлы открытые только на наращивание. Это вариант разумный, потому что файловая система тогда может сама управлять тем, чьи данные, по какому смещению поместить. Если не говорят конкретное смещение, помести, вот эту вот запись по смещению 100 от начала файла, а говорят, помести вот это в конец файла, то тогда файловая система может сама выбрать, что означает конец файла и принять решение по своему усмотрению. Вариант обновления кэшей, это когда клиенты, которые открывают файл и как-то его кэшируют, уведомляются о записях со стороны файловой системы. Это, конечно, сложно, потому что в таком случае файловой системе нужно знать про всех, кто открыл тот или иной файл и не ошибаться, потому что если уж ты поддерживаешь обновление, то будь добра, посылай его, наверное, всем, иначе не говори, что ты их поддерживаешь, если ты кому-то не пошлешь уведомления. Ну и, наконец, можно рассмотреть какие-нибудь полноценные транзакции, блокировка, все такое, что тоже требует от файловой системы существенных усилий. Вариантов, как видите, много. Репликация. Какая она бывает? Если вы вообще принимаете решение о том, чтобы данные ваших файлов дублировались, хранились на разных машинах, то это решение имеет некоторые последствия. Во-первых, вы должны решить синхронную у вас репликация или асинхронную. Синхронная это когда все реплики обновляются одновременно и пока не все не сказали, что да, я обновилась, клиенту не посылается подтверждение записи. Асинхронная репликация, когда обновляется та реплика, в которую клиент прислал запрос на запись, после этого клиенту возвращается подтверждение, что да, товарищ, все хорошо, запись произведена и только после этого обновляются остальные реплики. Понятно, что синхронных проблем идеологических меньше. Пока данные не пришли в согласованное состояние, вы не получите подтверждения о записи. С синхронной возникают многие вопросы. Что делать, если после этого запись какие-то реплики не удалась? Что делать с возможным чтением разных других клиентов из разных реплик и прочее? Вопрос про запись в реплике. В любую ли реплику можно записывать? А если можно не в любую, то в какую именно? Как этим управлять? Уже достаточно вопросов, чтобы задуматься. Единая точка отказа, которая, если рухнет, то сделает всю систему неработоспособной. И в распределенных файловых системах традиционный кандидат на такую точку – это сервер метаданных. Вещь важная, та, которая знает про то, какие файловые сервера соответствуют какому пути, какому файлу. И вот если такой сервер один, то нужно хорошо подумать, что произойдет, когда он рухнет. Кроме того, что он кандидат на то, чтобы зваться мистером единая точка отказа, он еще кандидат на то, чтобы зваться мистер Боттлнек. Потому что ему приходится делать много работы для всех файлов. Казалось бы, хорошее решение – это завестись двумя, а лучше тремя серверами метаданных. Но это на самом деле не такое хорошее решение, как кажется, потому что поддерживать между ними согласованность – это сущий ад. И, скорее всего, в этом аду будет очень много кругов, и если вы добьетесь согласованной работы нескольких активных серверов метаданных, активных, таких, которые обслуживают запросы. Есть вариант, когда их несколько, но активный один – все запросы обслуживает он, а остальные просто его действия дублируют. Вот, этот вариант мы рассмотрим. Но если активных несколько, то тогда им нужно добиваться согласованности друг с другом, и это очень непросто. Наличие или отсутствие состояния. Сервер с состоянием знает все про открытые файлы в данный момент. Это, например, тот, который будет посылать уведомления тем товарищам, которые закешировали о том, что файл поменялся. Ему нужно знать про факт открытого файла. Он будет тратить на это память, и, разумеется, очень больно упадет, когда он упадет. Потому что, когда он упадет, после восстановления ему, наверное, нужно восстановить свое состояние, восстановить связи со всеми клиентами. Но зато он может какие-то операции пооптимизировать. Например, если он знает, что какой-то клиент работает с файлом и прочитал уже 10 блоков, то он может попросить еще 10 блоков сразу же, не дожидаясь запроса, закешировать их. И когда запрос поступит, скажет, о, так вот они. А сервер без состояния, возможно, будет повторять при каждом запросе одни и те же действия. Вашему приложению понадобилось прочитать первые 64 килобайта из файла А. Сервер смотрит в своих записях, где этот файл А, какие файловые серверы его хранят, обратится к тем местам, даст вам 64 килобайта, вернет, забудет про вас. Дальше вы снова читаете следующие 64 килобайта, он снова смотрит, да, где же этот файл А, ну и так далее. Возможно, у него будут какие-то существенные, возможно, накладные расходы, но зато, когда он восстановится после падения, то он восстановится быстро. Его нет никакого состояния, ему не надо ничего восстанавливать. И он готов к принятию новых запросов всегда. У сервера метаданных всегда есть состояние, это может быть не очевидно, должно быть очевидно, потому что он должен поддерживать целостность файловой системы и знать, что такому-то пути соответствуют такие-то файловые сервера, которые хранят соответствующий файл. И это состояние ему нужно поддерживать, нужно восстанавливать в призвоях, и это серьезная задача, которую нужно тщательно решать. Шаблоны доступа. Какого размера ваш типичный файл? Он может быть большим, если это частичка интернета, которую натаскал ваш робот свеба в таком большом блоке. Может быть маленьким, если один файл – это отдельное почтовое сообщение. Может быть большим, если все почтовые сообщения лежат в одном файле в формате Unix, как Mbox называется. Может быть очень большим, если все почтовые сообщения вашей компании лежат в одном файле. Что вам важнее, надежность или скорость? Сможете ли вы терпеть дополнительные, скажем, 100 миллисекунд задержки при записи, но быть уверенными, что у вас синхронная репликация, что если что-то записалось, то записалось. Что вам важнее, среднее время одного случайного чтения или суммарно пропускная способность последовательного чтения при общении многих клиентов? Наверное, если вы разрабатываете какие-то интерактивные приложения, то вам важно, чтобы пользователь не ждал 10 секунд, пока что там прочитается его файлик, а получал ответ как можно быстрее. В то же время, если вы разрабатываете какое-то приложение, которое строит индекс для веба, то вам, наверное, все же важнее, чтобы этот индекс суммарно построился за меньшее время, нежели время каждой конкретной операции чтения. И в зависимости от шаблонов доступа у вас будет разная реализация файловой системы. Масштабируемость, наконец. Хочется, конечно, линейную. Всем хочется линейную масштабируемость. Если у вас было K-машин и N-дисков, которые хранили какое-то количество данных, если данных стало в два раза больше, то вы в идеальном случае добавили еще N-дисков, поместили новые данные на них, сохранили пропускную способность вашей системы и живете счастливо. Если вам, наоборот, нужна пропускная способность в два раза больше, то вы добавили K-машин, распроизделили данные по ним, у вас теперь запросы на чтение идут не к 10-ти машинам, а к 20-ти, и, соответственно, они суммарно могут обслуживаться быстрее. Вот. Такая вот линейная масштабируемость. В сколько-то раз больше нужна характеристика, во столько раз больше мы добавим соответствующего железа. Вот. Она, конечно, хороша, но на практике у нее есть множество препятствий. Ну, начиная с пропускной способности сети, которая хоть и велика, но ограничена. Пусть там даже у вас и гигабитная сеть. Вот. Это, конечно, немало. Вот. Но если вы вдруг захотите на нескольких тысячах машин что-то вот одновременно повытягивать через эту сеть, то все равно больше 1 гигабита в секунду у вас не получится пропустить. А кроме способности, собственно, сети, там, того провода, который проложен, у вас есть пропускная способность сетевых интерфейсов файловых серверов, всех свитчей, которые стоят на пути, и всех прочих барьеров, которые могут стоять на пути TCP пакета. Вы можете упереться в производительность сервера каталогов, если все запросы так или иначе стекаются к нему, то производительность его процессора будет вашим ограничивающим фактором или количеством его памяти. Блокировки, которые могут навешивать на файлы, если у вас поддерживаются блокировки, они тоже могут существенно снижать производительность. Вот. И, наверное, те, кто говорят, что у них масштабируемость линейно, они, наверное, врут, хотя некоторые говорят. Вот. Но достичь масштабируемости какой-то хорошей, не совсем линейной, но близко, в принципе, можно. Так, немного истории. Файловых систем, они далеко не на «вы». Файловая система по названию MNFS, ей уже 30 лет, и она до сих пор живет, здравствует. Недавно второй раз вышла замуж практически. Когда сам купил Oracle. Она используется во многих корпорациях для того, чтобы замонтировать какой-то удаленный ресурс на вашу локальную машину. Она поддерживает POSIX API, то есть для приложения использование ее прозрачно, точно так же, как приложение работает с локальной файловой системой. Так же она будет работать с NFS-каталогом. Пользователь выдает команду монтирования, говорит, вот, пожалуйста, с этого сервера вот такой-то ресурс замонтируй сюда, и после этого каталог, куда оно замонтировано, становится сетевым каталогом. На сервере работает NFS-демон, который тоже работает с тем же самым стандартным интерфейсом файловой системы и читает или пишет в локальные файловые системы сервера или даже, возможно, в какие-то другие замонтированные сетевые файловые системы, если администраторы знают толк в таких извращениях. И, ну, по сути, NFS-это даже не столько файловая система, сколько протокол общения между клиентом и сервером, протокол вызова, удаленного вызова процедур. Ну и библиотека некоторая, какие-то стандарты. Это стандарт открытый, у него есть несколько реализаций. В современных версиях NFS поддерживаются модные фичи, поддерживаются блокировки и сессионное кэширование, и даже есть какая-то совсем уж модная вариация, которая, в отличие от старых версий NFS, где весь сетевой томс сидел на одной машине, на одном сервере, без репликации. Вот эта новая модная версия поддерживает репликацию, похожа на то, про что мы будем говорить сегодня подробнее. Примерно так выглядит картинка работы с NFS. Клиент читает, обращается к API своей локальной системы, к виртуальной файловой системе, тот лезет в NFS-драйвер, дальше через вызов, удаленный вызов процедур, через библиотеку преобразования форматов, через сеть, все приходит на NFS-сервер, где примерно та же самая процедура, NFS-драйвер, виртуальная файловая система, обращение к локальной файловой системе, к локальному диску. Та-дам. Еще одна старая, заслуженная, интересная система, IFS-эндрю файл-систем, Эндрю в честь основателя университета Корнеги-Меллон, два Андрея, кажется, Эндрю Корнеги и Эндрю Меллон. У них был проект Эндрю по разработке распределенной вычислительной системы, в рамках которого было очень много всего, вплоть до Windows Manager. Ну и в том числе там была вот распределенная файловая система, которая и по тем, да и по нынешним временам отличалась хорошей масштабируемостью. Говорят, известны практически случаи применения, когда несколько десятков тысяч клиентов работало с этой файловой системой, и все было прекрасно. Она тоже поддерживает сессионное кэширование, поддерживает нотификации об изменениях. Открытые клиенты, открывшие файл, получают телеграммы, что товарищ файл поменялся. А блокировки файлов поддерживают, поддерживают моментальные снимки, ридонные снимки томов, за счет чего в немало степени достигается ее масштабируемость. Вы можете для тома какого-то, том это, ну, например, это пользовательский домашний каталог, можете за почти константное время сделать снэпшот, он становится тут же доступен на ридонле, и вот его можно начинать читать. Вот, у нее не POSIX API, но это, в общем, никого не волнует особо. Вот, ну и множество других. В Windows всем известны Shared Folders, она же Samba, она же Sivs. Много файловых систем разработано для Linux распределенных, как навороченных, так и не очень. Вот, если вы хотите, можете вписать, разработать и вписать свою. В принципе, это будет одним из возможных домашних заданий. Не бойтесь, не такое все сложно. Вот, и сегодня в программе у нас осталось GFS Google File System. Есть еще одна GFS, которая разрабатывается Red Hat. Вот, это не она. У нас будет подробно рассмотрена гугловская файл-система, которая довольно хорошо была публике представлена со многими интересными подробностями. Вот, мы, наверное, рассмотрим после небольшого перерыва. Немножко отдохну. Значит, Google File System. Немножко предпосылок к тому, почему она такая, как она появилась. Начало двухтысячных годов. Google вот только завоевывает рынок поиска. И какая их типичная задача? Это напустить паука на веб, все с интернета скачать, таким большим пакетным процессом, распараллельным, возможно, на несколько машин. Дальше полученные вот, полученные сырые данные как-то обработать, построить индексы, ну и потом это все предстоять в виде готового для того, чтобы обслуживать поисковые запросы. Вот. Никаких интерактивных приложений, Gmail и все прочее еще нету. И пропускная способность всей системы, она гораздо важнее, чем какой-то быстрый случайный доступ. То есть вы будете, они были бы гораздо счастливее, если бы весь процесс закончился на час раньше, чем нежели, чем какой-нибудь файл там, обращение к какому-нибудь файлу занимало бы там не сто миллисекунд, а девяносто. Ну и ширпотребные компьютеры, тогда вначале они были совсем ширпотребные, если кто видел фотографии Google того периода, вначале ну вот они были, вот примерно такие обычные серые ящики. Вот. Потом стали немножко более модные, но они все равно были такими low-end компьютерами, не от каких-нибудь IBM-ов дорогущие, а вполне себе такие, которые можно было купить в магазине. И они хоть сами по себе были, может быть, относительно надежны, но когда у вас компьютеров не один, а сто, вот, то вероятность того, что кто-то из них выйдет из строя, она существенно выше, вот, а когда у вас компьютер становится тысяча, если дата-центр, то там люди ходят с тележкой, вот, и только делают, что меняют винчестера на машинах, вот, потому что они вылетают постоянно. Ну, вот не было денег на дорогущие надежные машины, и, может быть, и слава богу, вот, благодаря тому, что денег не было, смогли сделать программное обеспечение таким надежным, что ему стало все равно, какие железяки использовать. Ну, конечно, с некоторыми допущениями, но более или менее. Вот, ну и вот такие были условия, и для того, чтобы хранить и обрабатывать все эти данные, в начале двух сущних была разработана вот эта Google File System. Какие там основные моменты архитектуры, про них мы подробнее еще поговорим. Много файловых серверов и один активный сервер метаданных, мастер. Тут вы, конечно же, должны сразу закричать, а-а-а, единая точка отказа. Да, это, в общем-то, она. Хоть она и единая точка отказа, но зато удобно, что он один. Проще сделать, разумеется. А, как вы понимаете, в коммерческой компании, помимо всяких там надежностей и всего прочего, есть еще одна цель, нужно выйти на рынок быстро. Вот. Это нужно делать вчера, ну вот, ну хотя бы сегодня или завтра это нужно сделать точно. Вот. А иначе конкуренты победят. Вот. И, соответственно, простое решение работает лучше. Файлы хранятся фрагментами по 64 мегабайта и сами по себе файлы большие. Ну, понятно, потому что кроллер там работает, 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 скачает свои данные и ему, в общем-то, относительно неважно, какой, какого размера файл получится в результате. Вот. А так получается, что если у вас потоковая обработка, то большие файлы, они выгоднее. Если вам нужно прочитать весь файл целиком сначала и до конца один раз, вот, и потом про него забыть, а иногда даже просто выкинуть, вот, то один большой файл это лучше, чем много маленьких, вот, потому что вам нужно один раз его открыть, большими порциями можно читать и так далее. Каждый фрагмент реплицируется на три различных файловых сервера. Это, на самом деле, число конфигурируемое. Для некоторых файлов я лично делал репликацию на 12 копий, но три это значение по умолчанию. Дальше, приоритетная операция с файлом, это большое последовательное чтение и конкурентное наращивание, запись в конец. Конкурентное наращивание, понятно, кроллеры, которые читают, ну, на самом деле, не только кроллеры, вот, ну, например, кроллеры читают, и они все могут в один, в конец одного этого же файла записывать свои результаты. Вот, большое последовательное чтение, тот процесс, который будет обрабатывать эти данные, потом индекс и он будет читать этот файл. Кэширование на клиенте не производится, потому что это не нужно, потому что один раз прочитав файл, второй раз вы к нему уже не возвращаетесь, это отработанные материалы, собственно, ничего кэшировать клиенту не надо. Кэширование на сервере производится, но полагается на кэш той файловой системы, которая используется на машине. На файловых, на всех серверах GFS стоят линуксы, в которых есть своя файловая система, там, X2 или еще какая-нибудь, у которой есть свой кэш, вот, и считается, что его достаточно. POSIX API интерфейс стандартный файловый в Unix не поддерживается, потому что это затрат на реализацию такового, вот, и никому особо не нужно. У приложений, которые работают с этой файловой системой, есть какие-то свои требования, есть нестандартная операция в этой файловой системе, вот, и наличие какого-то унифицированного API не нужно вообще никому, все будут счастливы с каким-то своим. Развертывание GFS езница развертывания, так называемая ячейка, которую можно примерно отождествлять с физическим дата-центром. На самом деле немножко не так, вот, но с некоторой степенью точности можно считать, что так. В ячейке один активный сервер метаданных мастер и много файловых серверов. Выглядит все примерно так. в ячейке активный мастер, несколько его теневых копий, файловые серверы, которые хранят данные на своих локальных дисках, пользователь, который выполняет выражаемую команду распечатанного текста файла CADDGFS и указывает путь. Европа тарам-парам. Ячейка сидит в каком-то дата-центре, который живет где-то в Германии, а другие дата-центры могут быть, например, в Штатах. И пользователь знает, к какому именно дата-центру он обращается. То есть вспоминая пример, который я приводил, тут пользователь явно говорит на каком континенте, в каком физическом дата-центре располагать или читать данные. Пользователь работает с ячейками GFS, но одна ячейка живет в одном дата-центре. Да? Какого-то единого сервера метаданных между ячейками нет? Он есть, он не имеет отношения к GFS. Повторю вопрос, есть ли единый сервер метаданных. Он есть, он не имеет прямого отношения к GFS. Это такая отдельная система, которая управляет не только файловыми системами, не только GFS, но еще какими-то другими. Вот, такой есть. Нет, вот этот. Единая точка отказа в контексте GFS это вот этот мастер. В контексте той системы, которая обслуживает namespace, там может быть какая-то другая, но в контексте GFS это вот этот. Обязанности мастера. Мастер обязан поддерживать пространство имен, его отображение в фрагменты, это его основная задача. Он должен знать, на каком файловом сервере лежат фрагменты того или нового файла. Он должен обзванивать файловые серверы время от времени и, во-первых, говорить проверка связи, вот, ты жив вообще, нет, потом давать указания, вот этот фрагмент перемести, отдай его сейчас тому товарищу, вот, вот этот можешь убрать, вот, ну и так далее. Вот, и сбор состояния, какие товарищи у тебя фрагменты сейчас есть и в каком они состоянии, не побились или случайно. Размещение фрагментов при их создании, когда пользователь создает файл, нужно поместить его, три копии, копии первоначального фрагмента на диске, ну и когда наращивать тоже, когда появляются новые фрагменты. Дополнительная репликация, если вдруг какая-то реплика померла, вот, то нужно по этому поводу предпринять какие-то действия. Нужно найти свободный файловый сервер относительно незанятый, сказать ему, что теперь ты будешь хранить новую реплику, дать команду переместить данные, вот, и примерно связано с этим это перебалансировка, когда какие-то файловые сервера становятся слишком нагруженными или хранят слишком много данных, то есть мастер должен перебалансировать, распределить как-то их фрагменты на другие сервера. Вот. Да. То есть реплика в JFS происходит только в рамках одной ячейки? Реплика в JFS происходит в рамках одной ячейки, ну да. Про реплики давайте расскажу подробнее, мне кажется, нет для этого специального слайда. Проблема как именно размещать реплики, она интересная, вот, потому что вы, наверное, хотели бы, чтобы они все не померли сразу, например, по этой причине их неразумно помещать на серверах, стоящих в одной стойке, потому что у стойки единый вход сетевой, единое, возможно, даже и питание, вот, и с большой вероятностью, если стойка отключится, то она отключится вся, вот, и, соответственно, весь фрагмент вы потеряете, вот, в то же время размещать одну реплику в Европе и одну в Штатах тоже неразумно, потому что, потому что им нужно синхронизироваться друг с другом, вот, клиенту нужно рассылать им всем файлы, и им нужно друг с другом общаться, чтобы производить запись, вот, и поэтому им нужно находиться вот как-то относительно близко друг к другу, но в то же время не в обнимку. Если у вас, например, находится не в Европе, не в Америке, да, не Пиксен, плавная города, если у вас друг друга не случилось, у вас всегда просто забило, да? Это интересная проблема сама по себе, в GFS она не решалась, насколько мне известно, как бы, средствами файловой системы, то есть, можно было решать просто копированием данных, ручным, ну, явным, вот, а в нынешней, в нынешней системе, которую Google использует, эта проблема решается автоматически, вот, про нее, если смогу, что-нибудь расскажу, но, возможно, что не смогу, потому что про нее информации довольно мало, вот, значит, пересылка данных, пересылка данных, тем не менее, осуществляется напрямую между репликами, между репликами, репликами, или между репликами и клиентами, поток данных через мастер не идет, вот, это мы сейчас дальше посмотрим, как происходит, но начнем с мутации метаданных, если файл создается, переименовывается, вот, или делается что-то еще, меняется его фактор репликации, насколько реплика его расположить, то есть меняется метаданными, и метаданными управляет мастер. Это то, что вы точно не хотите потерять, если вы по каким-то причинам потеряете метаданные совсем, то, в принципе, ячейка становится неработоспособной, и дальше вас ждут мучительные, долгие часы восстановления всех данных, и это очень неприятное занятие. И, разумеется, изменения метаданных должны быть по возможности соблюдать какие-то транзакционные свойства. Они должны быть атомарные, изолированные, долговечные, изолированные, достигаются блокировками, мастер в пространстве имен навешивает иерархические замки, чтение, запись, каталога, файла, журналируют все изменения, прежде чем клиенту вернется хоть что-нибудь, сообщение об успехе операции, изменение метаданных, если есть, должно быть записано в журнал, и этот журнал должен быть разослан всем теневым серверам и записан ими, иначе слишком стрёмно, что даже если мастер записал у себя в журнале а теневые сервера еще нет, то в этот момент как раз мастер может сдохнуть и проблема не решена. Теневые серверы дублируют действия мастера, получают от него журнал, применяют к нему, применяют те же действия к журналу и к метаданам. В случае смерти мастера они могут некоторое время выполнять, поддерживать ячейку в ридонной режиме, ну и в случае повреждения журнала мастера при восстановлении метаданные читаются из реплицированного журнала на теневых серверах. При восстановлении читается последний чекпоинт состояния мастера в метаданах и применяется действие журнала. Взаимодействие клиента и мастера при чтении. Допустим, в приложении вы собираетесь какой-то фрагмент файла прочитать. Я не сказал явно, но может это было очевидно. Файл, разделенный на фрагменты, которые 64 мегабайта, фрагменты могут лежать на разных серверах, не обязательно лежат на одном, они даже скорее всего не лежат на одном, для того, чтобы можно было повышать пропускную способность, чтобы можно было разным приложением читать разные фрагменты из разных серверов. Определить, какой фрагмент вам нужен, довольно просто, если вы знаете смещение. Если размер фрагмента фиксирован на 64 мегабайта, то целое число от деления на 64 мегабайта даст вам номер фрагмента. Приложение звонит мастеру к GFS библиотеке и говорит, слушай, нужен фрагмент файла такого-то. Тот возвращает адреса реплик с файловых серверов, которые фрагмент хранят. Дальше GFS библиотека напрямую звонит одной из реплики и говорит, давай, вот тебе диапазон, фрагмент номер такой-то, гони данные. И дальнейшее общение клиента и файловых серверов идет напрямую, именуя мастер. Клиент может покешировать адреса реплик. И дальше если ему фрагмент, если нужен следующий блок из фрагмента, он может уже напрямую общаться с выбранной репликой. Выбирает обычно по некому признаку близости реплики. Так что единственное, что делает мастер прочтения, это отвечает на вопрос, где лежит фрагмент. Взаимодействие при записи немножко более сложное. Если вы хотите записать данные во фрагмент, который хранится на нескольких репликах, то мастер обязан выбрать из всех реплик главную по записи. Он по каким-то своим признакам ее выбирает и вам сообщает клиенту. Говорит главный нынче такой-то. Но сообщает и адреса других тоже реплик. Клиент получает адреса всех и все вам передает данные. Там есть нетривиальная политика пересылки этих данных, так, чтобы не забивать сильно сеть, чтобы данные шли по кратчайшему пути. Клиент передает данные, когда все реплики данные получили, подтвердили, что они их получили, клиент посылает главной реплике указания. А теперь это записываем. Главная реплика получает от клиента, который производит запись требования записи, упорядовывает их в том порядке, в котором они поступили, применяет их локально и рассылает репликам указания применить их в том же порядке. если все хорошо, клиент счастлив. Если не все хорошо, что может быть нехорошо? Во-первых, могут просто два клиента записать в одно и то же место. Во-вторых, какая-то реплика может не произвести запись, и таким образом у вас нарушится согласованность. И вам для того, чтобы файловая система имела какой-то смысл, нужно определить модель согласованности, что мы можем обещать клиентам. И GFS на самом деле обещает не очень много, но обещает одну важную вещь, мы ее потом рассмотрим буквально на следующем слайде. У байтового региона есть характеристики согласованной и определенной. Это не то, что-то хранимое, это просто результат последней записи в регион. Регион согласован, если у него одинаковое значение во всех репликах. Регион определен после записи, если он, во-первых, согласован, и если клиенты видят ровно те данные, которые были записаны. Практически означает, что нет пересекающихся конкурентной записи, которая записала поверх какие-то свои данные. При отсутствии конкурирующих записей успешная операция записи производит определенный регион. Если есть конкурентная запись, и они все завершились успешно, то результат может быть согласован везде одинаковое значение, но не определен. Там мусор какой-то, грубо говоря. Да. Есть ввиду, что у нас будет первым и вторым, и они пишут первый записан, второй пытался записать, и он думает, что записан его надо. Да. Да. Или первые думают, что записаны. Вот. И вот такая случайная запись, как видите, она с точки зрения клиента дает не шибко-то большие гарантии. Ну, то есть на самом деле никаких гарантий практически не дает. То есть согласованный результат скорее всего рано или поздно получится, но то, что он будет определенный, что там будет не мусор, это никто не знает. Вот. Но GFS не разрабатывался под эту операцию случайной записи. Да, Гриша. Сейчас, в предыдущем душе, там же он же в мастер сначала опять обращается в мастер, спросит в адреса. Да. Так а почему сам мастер не может давать разные адреса, разные адреса. Разные адреса разным клиентам он не даст, потому что станет еще хуже, если они начнут записывать в разные реплики. Вот если они записывают в один и тот же фрагмент, то мастер, разумеется, вернет один и тот же, одну и ту же главную реплику, вот, но не будет следить за тем, конкурируют эти записи или нет. мы просто говорим, что мы хотим записать, скажи куда. Вот. То есть мастер не следит за операциями клиента, его дело только сказать, где живут реплики. Вот. Но GFS на такую операцию, на произвольную запись и не был рассчитан. то есть она поддерживается, но вот только постольку, поскольку. Вот. А основная операция, которая была интересна, это операция наращивания, записи в конец файла. Вот. И про нее есть некая гарантия, что она будет атомарная, это гарантия интересная. Вы, возможно, будете немножко удивлены. Значит, что гарантируется, что успешно завершенная операция наращивания аппенда произведет согласованный определенный регион по какому-то смещению относительно фрагмента. Не утверждается по какому смещению, но гарантируется, что это смещение вам вернется к клиенту. Вам вернется ответ, что мы произвели наращивание успешно, и ваш результат живет по такому-то смещению. Вот. Что это означает? Что в хорошем случае все почти как в операции произвольной записи. Вы просите дописать в конец. Главная реплика назначает смещение, ну, вот текущее окончание фрагмента. Если в текущем окончании, если в текущем фрагменте места нет, то она может попросить вас записать в следующий фрагмент. Вот. А новое, как бы, это в хорошем случае это единственное, что она попросит сделать. Если место есть, то запишет ваши данные в конец и вернет их адрес. Вот. Но в плохом случае, если какая-то из реплик сломалась и не смогла произвести запись, тогда главная реплика повторит операцию с новым смещением, прибавив к тому, которое она уже сделала. В общем, она свою, главная реплика свою операцию сделала, свою работу, произвела запись успешно, только после этого она будет общаться с остальными. Вот. Если остальные, какая-то из них свое дело не сделала, то тогда главная реплика повторит операцию, но уже с новым смещением. Вот. И будет делать так до тех пор, пока операция не будет произведена успешно. Вот. И таким образом у вас может получиться так, что в некоторых репликах могут быть дубликаты. Ну, в главной, например, или в тех, которые производили запись успешно, вот, полной, либо частичной добавляемых данных. Вот. Но в конце концов рано или поздно появится согласованный определенный регион. Вот. Результат вашего наращивания. Вот. Из этого вывода, что реплики фрагмента, они бинарно не идентичны. Вот. Это довольно странное такое свойство GFS-а, то, что файл реплицируется на его реплике, их бинарное сравнение, скорее всего, вернет ложь. Они не будут бинарно равны. Что, если ломается главная реплика? она не может сломаться в процессе операции. Вот. Ну, то есть, если она сломалась, клиенту сразу же возвращается ответ о том, что запись не произведена успешно. Вот. И выбирается другая главная реплика. Вот. Если она свою запись сделала, вот, тогда она будет, она подождет, пока другие реплики закончат свою операцию успешно, и после этого вернет сообщение об успехе. Ну, примерно так, я не знаю, видно или нет, в этом странном балансе белого. Это фотография моих каракулей на листке бумаги. Вот. Файл, хранящийся на двух репликах. Реплика один, реплика два. Два клиента. Один записывает слово fubar в этот файл. И его попытка номер один по смещению десять удается на первой реплике, она в нашем случае будет главной, но не удается на второй. Вот. И тогда главная реплика назначает следующее смещение, но тут приходит клиент номер два, который записывает бас. Вот. У него все получается, его бас записан, дальше клиента номер один попытка номер два, она удалась, и по смещению тридцать появился его fubar. вот. И у нас появились регионы, которые разные, несогласованные и неопределенные, вот. И... Но зато появилось два региона хороших, согласованных и определенных. Вот. Не то. что с этим делать с неопределенными данными? Это становится заботой приложения, на самом деле. GFS говорит приложению послушай, дорогое, само определяет, тут хорошие данные записаны или нет. Вот. Я тебе даю кое-какие гарантии, что твоя запись наращивания произведет какой-то согласованный определенный регион. Вот. Но то, что получится в процессе, ты уж не серчай. Вот. И как-нибудь записывай свои данные так, чтобы ты могла понять, записан там мусор или что-то хорошее. Вот. Ну и приложение как-то пытается с этим делать, пытается с этим работать. Например, они могут производить просто записи фиксированной длины, ну как простейший случай. Вот. И если получилось прочитать запись длиной 512 байт, контрольная сумма сошлась, то значит хорошо. А если нет, то значит прочитай следующую. Вот. Ну либо какие-нибудь другие делать. Такого же рода махинации. Да. GFS не говорит, что GFS не знает про ничего. То есть про он знает GFS знает про результат операции, какой он мог получиться. Вот. Но как бы если просто подсунуть файл, то нет, там никаких меток нету. Интересный вопрос про время жизни главной реплики. Главная реплика назначается мастером на очень короткое время, на 60 секунд. Вот. Она получает билет, где написано окончание его срока действия. Вот. И если билет просрочен, тогда главная реплика не имеет права дирижировать записью. Вот. И должна ответить клиенту словами извини, но, пожалуйста, попроси у мастера теперь нового, главного. билет разумеется можно продлевать и чаще всего так и происходит, мастер продлевает билет, но мастер может в любой момент билет отобрать, сказать, главной реплике стоять, все, ты уже не царь горы. И, кроме того, каждый новый билет, который выдается главной реплике, увеличивает номер версии фрагмента, немножко попозже увидим, для чего это надо. Вот. Для чего может понадобиться отбирать билет? Например, для того, чтобы сделать операцию снапшота, фиксации состояния. Она делает почти мгновенно копию файла или каталога методом copy-on-write. В обычных файловых системах это делалось бы какими-то символическими ссылками. Ну и тут примерно так же. Если кто-то говорит, хочу снапшот из этого каталога, то мастер первым делом отбирает все выданные билеты главных реплик, какие есть в этом каталоге, таким образом гарантирует, что никто сейчас не пишет. Делает копию метаданных дерева и новые файлы ассоциируются с оригинальными фрагментами, то есть на фрагмент идут две ссылки. Вот. После этого, так как все билеты отобраны, то когда кто-то захочет изменить данные, он будет вынужден обратиться к мастеру и попросить адрес главной реплики, и мастер должен будет выдать новый билет. И в этот момент мастер может увидеть, что на фрагмент есть две ссылки, и распроизводится, создать фрагмент копии. Таким образом, копия будет создаваться тогда, когда кто-то решит записать фрагмент. И таким образом мы избегаем накладных расходов копирования при снапшоте всех фрагментов, а копируем только тогда, когда они на самом деле меняются. И таким способом можно создавать такие своего рода чекпоинты для того, чтобы, если кто-то хочет произвести какие-то эксперименты своими данными, он может сделать снапшот, поэкспериментировать, понять, что не удалось, после этого снапшот грохнуть, например. У файлового сервера, разумеется, тоже могут быть свои проблемы. Например, может возникнуть бет-сектор на диске, и данные могут быть там повреждены. Либо, как в статье про GFS рассказывалось, они боролись тогда довольно с сырым линуксом, сейчас-то не очень. Но тогда было совсем плохо, и в них были программные проблемы в общении с драйвером и между драйвером и ядром, из-за которых данные могли портиться. Это может произойти просто так, само по себе. И, разумеется, файловый сервер должен что-то делать, как-то проверять, дает ли он клиенту хорошие данные или плохие. Хоть у нас несколько реплик, но сравнивать реплики, разумеется, не хочется, потому что они, во-первых, сволочи большие, 64 мегабайта, и к тому же могут быть разные из-за мутаций. И поэтому файловый сервер должен как-то сам с этим работать, ну и, собственно, он и работает. Он считает, разбивает фрагменты на меньшие блоки по 64 килобайта, считает контрольную сумму для каждого блока, записывает ее отдельно в своих метаданах, и при чтении снова считает контрольную сумму, сравнивает с записанной, если все хорошо, то тогда, значит, данные хорошие, а если контрольная сумма не сошлась, то тогда ошибка, извините, звонок мастеру, у меня проблемы, назначьте другую реплику. Потом файловый сервер может проспать мутацию фрагмента, ну, потому что перезагружался в этот момент, и его фрагмент устареет, номер версии, который у него будет храниться, будет меньше, чем номер версии на мастере, вот, и когда мастер в следующий раз будет общаться с файловым сервером, он это увидит, мастер собирает информацию, какие ты хранишь фрагменты и какие у них версии, вот, мастер увидит, что, ага, вот у этого товарища фрагмент номер 5, а версия на 10 меньше, чем записано у меня, значит, он устарел, вот, его не надо рассматривать. да, собственно, то, что я уже сказал, контроль за целостностью данных, контрольные суммы, да, вот, кроме того, что фрагмент какой-то может вот устареть сам по себе, потому что файловый сервер был какое-то время недоступен, например, файл еще можно удалять, вот, и удаление не приводит сразу к изменению, к стиранию всех данных, файл, который удаляет, его сначала отмечают как удаленный, просто переименовывают, перемещают в трэш, записывают момент удаления, а через некоторое время, когда мастер видит, что все, тайм-аут истек, его удаляют из метаданных совсем, и у тех файловых серверов, которые хранили реплики, появляется мусор, фрагмент, который уже не вписан в namespace, хранимый на мастере, вот, и вот этот мусор, после удаления плюс мусор из протухших фрагментов, вот, его нужно собирать, вот, и собирается это так, с файловой сервера, они время от времени сообщают мастеру идентификатору тех фрагментов, которые хранят, мастер смотрит свои метаданные в отображении файла, во фрагменты, вот, ну и, соответственно, первое множество, без второго, это мусор, вот, его можно удалить, и мастер это определяет, что это мусор, говорит файлому серверу, вот, у тебя такой-то фрагмент, это мусор, вот, удаляй его, пожалуйста, по своему усмотрению, вот, мастер, кстати, я про это явно не сказал, но, как бы, можно было догадаться, мастер не хранит отображение идентификаторов фрагментов в их расположении, вот, вот, вместо этого он, когда, например, стартует, он звонит всем файлам сервера и говорит, у кого какие фрагменты, скажите мне, вот, и они говорят, у меня такой-то, у меня первый, у меня пятый, у меня десятый, и мастер это уже записывает, вот, ну, понятно, что хранить, если бы мастер хранил это у себя где-то, то неминуемо возникла бы несогласованность, мастер записан, что он есть, а на файловом сервере его нету по каким-то причинам, вот, в конце концов, единственный источник знания про то, какой фрагмент хранится, это сам файловый сервер, если у него нету фрагмента, то он его ниоткуда не возьмет, в любом случае, поэтому... В результате устаревания фрагментов может ли уменьшаться количество копий? Ну, как бы, не совсем, то есть, если файловый сервер, если файловый сервер пропустил обновление, вот, и мастер обнаружил, что его фрагмент устарел, то мастер применит, и если у файла фактор его репликации стал меньше желаемого, вот, тогда, да, будет выбран новый файловый сервер, ему будет передан на хранение фрагмент. Да, ну, требования меняются, вот, Google 2010-х годов это уже интерактивное приложение, Gmail и прочие развлечения, файлы меньше в размерах, их значительно больше в количестве, они уже не помещаются, метаданные не помещаются в мастер, это была одна из серьезных проблем, вот, обычно в Google проблемы решают как, делают код масштабируемым и добавляют новых серверов, вот, каким-то тонкой настройкой одного конкретного бинарника занимаются только в крайних случаях, и вот в GFS долго занимались настройкой мастера, чтобы впихать с него как можно больше данных, но когда уже поняли, но когда уже поняли, что никак, вот, тогда начали разрабатывать новую систему, GFS больше не используется, вот, на смену ему пришел Колоссус, в котором нету единого мастера, про который известно довольно мало, вот, Колоссус появился, от GFS исчез еще на моей памяти, я не сказал, на этом работал в Google 6 лет, вот, сейчас не работаю, вот, про Колоссус информации пока не очень много, но тем не менее, вот, до 2000 какого-то, 10-го года, GFS использовался и был вполне себе, несмотря на некоторые проблемы, вполне работоспособен, хорошо со своей задачей справлялся, его реализация, гугловская, разумеется, закрыта, вот, но с похожей архитектурой, есть открытые проекты, но это прежде всего апачевский HDFS, из проекта Hadoop, он написан на Java, like it or not, вот, но вот он на Java, и говорят, что его успешно используют вполне себе коммерческие предприятия, разворачивают большие кластеры на HDFS, и оно работает, это такой, не до GFS, даже в его нынешнем варианте, там отсутствуют многие, многие вещи, вот, реализация на C++, QFS, довольно интересная, на мой взгляд, я недавно обнаружил, вот, есть, у нас, разумеется, много всяких разных, распределенных систем, открытых, одна из интересных, которая мне попалась на глаза, это файловая система, без сервера метаданных, так как сервер метаданных, это единая точка отказа, то возникает мысль, а нельзя ли от нее отказаться, и, ну, мысль такая, мы, для того, чтобы определить, где лежит файл, мы возьмем, от его имени, хэш, поделим по модулю, имеющихся у нас, файловых серверов, и вот, это будет он, хэш-таблица такая, виртуальная, вот, если файл переименовывается, вот, то, разумеется, меняется, хэш от его имени, вот, он переезжает на какой-то другой сервер, вот, но на старом месте, по месту прежней прописки, он оставляет свой адрес, говорит, теперь меня искать надо там, вот, и приложение до тех пор пока, ну, либо по месту новой прописки, говорит, что, да, вот я теперь буду здесь жить, но я пока не переехал, пока что меня искать нужно там, вот, и приложение, соответственно, может сделать несколько прыжков, вот, если нужно число файловых серверов увеличить, то тогда можно сделать такую схему, похожую на Extensible Hashing, где увеличивается число значений хэш-функций, но не производится рехэшинга, вот, реализация называется GlusterFS, вот, она такая, на вид интересная, они в своих рекламных проспекциях как раз и говорят про масштабируемость близкую к линейной, что-то они такие крутые, вот, тема для семинара, для семинара домашней работы, если кому-то интересно, вот, покопаться в довольно суровой теории, но в хорошей статье, которая объясняет эту суровую теорию для программистов, я ее почти осилил, значит, сможете и вы, это репликация, умная репликация, N реплик это, конечно, хорошо, 3, лучше 4, а лучше 12, вот, но это, с другой стороны, и плохо, потому что диск это тратится, вот, во столько раз больше, во сколько у вас реплик, а с другой стороны, всего 3, если у вас репликация на 3 сервера, всего 3 упавших сервера, вероятность небольшая, но все же, вот, и ваш фрагмент потерян, вот, ровно те, которые хранили его, которые были его репликами, вот, вероятность не велика, но она есть, вот, и возникает вопрос, нельзя ли как-нибудь получше, вот, и вот стверждается, что можно, при помощи алгоритмов коррекции ошибок, они позволяют уменьшить число данных избыточных, и повысить надежность, чтобы что-то потерять, нужно вывести из строя существенно больше машин, вот, и вот модный такой алгоритм, который используется, как утверждается, очень давно, изобретен в дремущих 60-х годах, используется для коррекции ошибок на CD-дисках, вот, ну, и в частности, вот, его не очень давно начали применять для файловых систем, это кодировка RID-Соломон, которая, ее основное свойство, если у вас есть N исходных дисков и M контролирующих, то тогда эта кодировка гарантирует восстановление при выходе строя любого числа дисков меньше, чем M, то есть, если у вас есть данные записанные на 8 дисках, вы можете добавить 4 контролирующих, тогда при потере любых 4-х, неважно каких, вот, вы восстановите ваши данные, вот, и это приятно, потому что место занимается всего лишь полтора, раза больше, чем требуется на самом деле, вот, а гарантии даются гораздо более существенные, вот, и если кому-то хочется почитать эту статью и в следующий раз рассказать, скажите, это будет хорошим, весомым домашним заданием, вот, статья понятная и интересная, там эксплуатируются те вещи, которые вам наверняка, которые вы наверняка помните лучше, чем я, матрицы в Андермонде, поля, вот, операции в полях, вот, алгебра такая, не хардкорная, но алгебра, вот, кто бы мог подумать, что это применяется, когда вы это изучали на втором курсе, вот, ну вот, оказывается, применяется, вот, уже, вроде, почти даже закончили, да, вот, еще из тем домашних заданий я могу предложить поиграться с установкой, настройкой одной из открытых файловых систем, GlusterFS и QFS, ну и, возможно, Hadoop, вот, если вы сможете нам в следующий раз продемонстрировать, как там на двух, трех лаптопах соорудить такую распределенную файловую систему, вот, то это будет интересно, чтобы практически попробовать то, что вы можете, в принципе, сделать для каких-то своих систем, вот, опять же, если кому-то такое домашнее задание интересно, скажите, вот, как-нибудь там завтра, послезавтра напишите, вот, оно будет тоже вполне весомым, ну и, наконец, можно попробовать написать на питоне своего простенького мастера, вот, там, конечно, сложность этого задания может варьироваться очень существенно, и времени, которое оно может занять, может варьироваться от одного дня до одного года, я, наверное, сформулирую какое-нибудь достаточно простое требование к этому мастеру, вот, его API, вот, и, вот, напишите его реализацию, подходящую под это, API, мы попробуем тогда сделать свою Computer Science Center File System. Ну вот, наверное, на сегодня все.